Всем привет, с вами Мистер и не забывайте подписываться на канал. Легенда о Медасе, царе с ослиными ушами, превращающем все в золото. Мог ли он быть реальным историческим персонажем? Вы когда-нибудь слышали легенду о царе Медасе? Считается, что этот древний противень был ярым поклонником бога вина Диониса, неоднократно сидел за столом вместе с ним и его спутниками, и однажды к Медасу привели какого-то пьяного старика, в котором он узнал воспитателя Диониса, Селена. Медас хорошо принял Селена и через шесть дней без пробудной пьянки отвел его к Дионису. Дионис был так рад увидеть старого друга, что пообещал Медасу исполнить любое его желание, на что он пожелал превращать в золото любую вещь, которая прикоснется. Дионис заметил, что идея эта достаточно глупая, но обещание свое сдержал. Поначалу все было хорошо, Медас был очень доволен, он превращал в золото абсолютно все, к чему прикасался. Но когда он проголодался, сел за стол и взял хлеб, то он также превратился в золото. Золото он есть, конечно же, не мог. То же самое произошло и с вином, и с мясом. В отчаянии Медас попросил Дионису вернуть все, как было прежде. Однако Дионис решил его хорошенько поручить. Он сказал Медасу, что для исцеления ему нужно искупаться в реке Пактол, и это было нужно для того, чтобы снять себе вину за неразумное желание. Ну, по крайней мере, так Дионис сказал. Царь с радостью его послушался и нашел нужную реку. В наше время у него другое название – Гидир. Действительно, Медас больше не превращал вещи в золото, и постепенно ему надоело сидеть на троне, и он отправился в далекое путешествие. За это время он очень полюбил одиночество и простую жизнь, но и здесь он дошел до крайности. Однажды он увидел музыкальное соревнование между богом пастухов Паном и Аполлоном. Согласно легенде, объективная игра Пана была намного хуже игра Аполлона, за что судья бог Горы Тмола присудил победу последнему. Однако Медас, в привержении простой жизни, поднял большой крик из-за того, что ему не понравилось решение Тмола. Аполлон настолько разозлился на Медаса, что он бросился на него с кулаками и потянул за уши так сильно, что они стали очень длинными, как у осла. Медас, увидев, что с ним произошло, старался всячески скрывать уши под длинными волосами. Но однажды подстрика слуга, которым эти длинные уши увидел, рассказывать об этом никому было нельзя, помогли ей казнить, но выговориться очень хотелось, поэтому он пошел в лес, ворвав земле яму и все прошептал в нее. Однако даже с небля не могла сохранить эту тайну. На этом месте воростров сни, который при первом вере прошлистел эти слова, разнесшиеся по всему свету. Казалось бы, Медас – персонаж исключительно сказочный, однако древнегреческий историк Градот описывал его как реально существующего правителя. В Афрегии сохранилась скальная гробница, которую современные исследователи называют могилой Медаса. А современные археологи обнаружили руины города Градеона, столицы царя Медаса. Получается, что царь действительно существовал, но как же тогда получилось, что он стал героем таких вот легенд? Скорее всего, история с золотом берет свое начало от богатства и жадности царя. А история с ослиными ушами имеет другое происхождение. В развальных древнего города Градеона археологи обнаружили несколько монет с именем изображения Медаса. Вот только на голове у него была кожаная шапка, сделанная из ослиной головы. И там как раз и были эти длинные уши. Считается, что Медас проживал в восьмом веке до н.э. Продолжение следует...